Артемий Панченко никогда не жаловался на иммунитет, но в этом году вируса ему избежать не удалось. Вот уже неделю у Артемия держится высокая температура до 39 градусов. Само заболевание началось очень резко после командировки. Когда самолет садился, у меня была уже температура под 40 и дикий кашель с мокротой, отходящая обильно. Как я потом узнал, это почти эпидемия, наверное, уже у очень многих людей подобные симптомы. Действительно, на такие симптомы жалуются многие, а именно 19 тысяч человек по всему краю. Это на 500 больше, чем за тот же период прошлого года. Болеют как взрослые, так и дети. Уже три школы края полностью закрыты на карантин. Та же участь постигла 35 отдельных классов. В детских садах закрыто 146 групп. Если в образовательном учреждении, в детском саду или в школе, в отдельном группе или в классе отсутствует более 20% детей именно по причине заболеваемости ОРВИ, то необходимо данный класс, рекомендован данный класс приостановить учебную деятельность. Пневмонией можно заразиться воздушно-капельным путем, и даже об этом сейчас говорят больные. Слухи это или реальность, мы спросили у эпидемиологов. Они информацию опровергли, уверяют, что пневмония может быть осложнением вируса гриппа. Пневмонии вдруг, и пневмонии вот остро, прямо сейчас заболеть невозможно. То есть формируется определенный клинический симптомокомплекс, и если вовремя мама не лечит ребенка, да как и взрослого любого другого человека, может действительно присоединиться развитие пневмонии. Поэтому говорить о том, что сегодня есть подъем, да, наверное, имеет место быть, потому что идет сезон. Ничего аномального в увеличении заболеваемости ни врачи, ни Роспотребнадзор не видят. Говорят, ее подъем обусловлен теплой зимой, с начала морозов вирус пойдет на спад. А вот школы и детсады уже постепенно выходят с карантина. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком. Продолжение следует...